Впервые! Прямые исследования Луны провела станция Луна-1. Запущенная в январе 59-го года, она впервые набрала вторую космическую скорость. Станция обнаружила внешне радиационный поле с Земли, создала первую искусственную комету, измерила солнечный ветер и установила, что наш спутник не обладает значительным магнитным полем. В этом выпуске вы узнаете историю первых аппаратов и роботов, отправленных на Луну. Все подробности битвы за наш маленький спутник между первыми космическими державами. Устраивайся поудобнее, ставь лайк, подписывайся на канал «Полетели к Луне!» В марте 59-го года США отправила к нашему спутнику американский «Пионер-4». Он должен был сделать фотографию Луны, но промахнулся на 60 тысяч километров. А 12 сентября того же 59-го года был осуществлен запуск станции «Луна-2», задачами которой было попадание в Луну и доставка на ее поверхность вымпелов СССР. Станция с задачей справилась, но вымпелов никто до сих пор не видел. В следующем месяце этого же года «Луна-3» отправилась в космос. На станции была установлена полноценная система ориентации по Солнцу и Луне, обеспечивающая точность в полградуса при съемке. Именно «Луна-3» сделала первые снимки обратной стороны нашего спутника и впервые использовала гравитационный маневр. А видимую сторону Луны первым в высоком разрешении удалось снять «Рейнджеру-7», выпущенную в 64-м году. На борту аппарата было установлено 6 телевизионных камер, которые за 17 минут до падения успели передать 4300 снимков Луны. А первые качественные снимки обратной стороны Луны сделала опять наша станция «Зонт-3», но уже в 65-м году. Следующей задачей для СССР и США была мягкая посадка на Луну и доставка лунного грунта. Посадка впервые была реализована в феврале 66-го года станцией «Луна-9». Не имея никакого опыта в посадке на космических телах, наши инженеры придумали интересную конструкцию. Закрепили на основном блоке длинный штырь и разработали механизм, который моментально отделял станцию при первом касании штырем лунной поверхности. Станция падала на поверхность, катилась и занимала правильное положение благодаря смещенному центру тяжести. Затем она раскрывалась и начинала свою работу. «Луна-9» передала на Землю первую панорамную фотографию поверхности Луны с разрешением в 500 на 6000 пикселей, а для ее съемки потребовалось 100 минут. В США мягкую посадку смогли реализовать уже через 4 месяца. Удар при прилунении смягчали посадочные опоры из алюминиевых сот. На борту станции была телекамера, датчики для анализа химического состава грунта и определения температуры поверхности. А начиная с третьего аппарата «Сервер» уже определял свойства грунта. 31 марта 1966 года была запущена станция «Луна-10», которая к 3 апреля впервые в истории вышла на орбиту нашего спутника. Она имела гамма-спектрометр, магнитрометр, детектор метеоритов, прибор для исследования солнечного ветра и инфракрасного излучения Луны, а также проводила исследования гравитационных аномалий Луны – «Москонов». США с августа 1966 года отправила к Луне 5 аппаратов серии «Лунар-Орбитер», которые должны были найти место для посадки лунных модулей программы «Аполлон». Они осуществляли съемку лунной поверхности, фотоаппаратуры, разработанной фирмой «Кодек», на основе систем оптической разведки самолетов «Ю-2» и «Сер-71». Снимки покрывали 99% всей лунной поверхности. А следующим советским аппаратом, направленным к Луне, был «Зонд-5», запущенный 15 сентября 1968 года. Это был восьмой прототип корабля «Союз-7КЛ-1», запущенный в космос на ракетоносители «Протон» и предназначенный для облета Луны. На нем в космос летели первые живые существа, две черепахи, дроздофилы, несколько видов растений, а также культуры человеческих клеток. Для оценки дозы радиации, которую получили бы космонавты при облете Луны, на корабле был размещен тканей, эквивалентный фантом человека, встроенными дозиметрами. А первой автоматической станцией, доставившей на Землю образцы лунного грунта, стал «Луна-16», запущенного 12 сентября 1970 года. Образец был получен с помощью дрели, которая в течение 7 минут достигла 35 сантиметров глубины и забрала 101 грамм лунного грунта. А уже через два месяца станция «Луна-17» доставила на спутник первый в мире планета «Ход». Луноход-1 проработал 301 день. На нем были установлены две телекамеры, четыре телефотометра, рентгеновский спектрометр и различные другие датчики. За время своей работы он проехал более 10 километров, передал на Землю около 25 тысяч фотографий, произвел 537 измерений физико-механических свойств лунного грунта и 25 химических. И только 8 января 1973 года был запущен «Луноход-2», который имел ту же конструкцию. Несмотря на поломку системы навигации, ему удалось проехать более 42 километров, что являлось рекордом для планета «Ходов» вплоть до 2015 года, когда этот рекорд был побит марсоходом «Аппорт Юнити», прошедшим всего на 3 километра дальше. И 3 октября 1971 года на орбиту Луны ракеты «Протон-К» была выведена автоматическая межпланетная станция «Луна-19», проработавшая там 388 дней. И 29 мая 1974 года был осуществлен запуск станции «Луна-22» с той же научной программой. Станция проработала 521 день. Эти станции позволили уточнить гравитационные поля Луны и упростить посадку станциям «Луна-20» и «Луна-24» для отбора грунта. На этом завершился первый этап исследования Луны автоматами, в котором фактически было только два участника – США и СССР. А следующий этап через 16,5 лет открыл беспилотный японский аппарат «Хагорома», занимавшийся исследованием космической пыли между Землей и Луной. В 1994 году к Луне отправилась американская Клементина – автоматическая межпланетная станция, которая передала на Землю около 2 миллионов фотографий Луны и представила первые доказательства наличия воды на Луне. А еще на нее был установлен экспериментальный ледар. С его помощью была получена первая объемная карта Луны. Запущенный 7 января 1998 года «Лунарпроспектор» был предназначен для исследования магнитного и гравитационного полей Луны, а также поиска 10 химических элементов, среди которых были железо и кислород. Аппарат проработал 570 дней, а одним из научных результатов миссии стала карта Москонов. Европейское космическое агентство отправило свою первую автоматическую станцию «Смарт-1» для исследования Луны только 27 сентября 2003 года. В разработке приборов для этого аппарата участвовало 12 стран. Российский ОКБ «Факел» делал для нее двигатель на основе эффекта «Хола». Аппарат уточнил топографическую карту, карту Москонов на обратной стороне Луны и впервые заснял внутреннее строение кратера «Шеклтон», в котором была обнаружена повышенная концентрация воды. 14 сентября 2007 года был запущен составной японский спутник «Кагуя». Он включал малые спутники «Акино» и «Оуна». Аппарат был просто напичкан научным оборудованием. Собранные им данные изучались многие годы. Хотя он разбился о Луну в 2009 году, только пару лет назад с помощью его данных были обнаружены лавовые трубки на Луне, которые могут стать природным убежищем для первых лунных баз. В октябре 2007 года свой первый лунный спутник запустил Китай, а через год до Луны добрались и Индия, запустив зонд «Чадрайян-1». В июле 2009 года стартовала следующая миссия НАСА – предварительная программа по изучению Луны автоматами – ЛПРП. В рамках миссии к Луне были доставлены лунный орбитальный зонд ЛРО, который продолжает работать до сих пор, и космический аппарат для наблюдения и зондирования лунных кратеров. А с 7 сентября 2013 года была запущена новая исследовательская миссия НАСА – «Лэйди», или исследователь лунной атмосферы и пылевого окружения. В ходе миссии было определено, что основными составляющими лунной атмосферы являются гелий и неон, поставляемый солнечным ветром, а также аргон. А китайская миссия, начавшаяся в 2007 году, а также современная американская и наша российская лунные программы, ну просто не поместились в этот выпуск. Если вы хотите узнать о них максимально подробно, то голосуйте лайком к этому видео и не забывайте подписываться на наш канал. Субтитры создавал DimaTorzok